Авиационные власти США обеспокоены Боингом 737 Макс. Самолет именно этой модификации разбился в прошлом месяце в Индонезии. Даже выпустили специальную директиву на этот счет. Юлия Макарова внимательно изучила документ. Экстренная полетная директива Федерального управления гражданской авиации США предупредила перевозчиков, которые используют Боинг 737 Макс, о возможных проблемах. Речь идет о неисправной работе системы контроля полета и датчиков, которые могут некорректно отражать угол атаки лайнера и провоцировать его перевод в положение крутого пике, создавать риски значительной потери высоты и возможного столкновения с землей. Документ требует, чтобы в течение 30 дней в инструкции по эксплуатации судов несли соответствующие изменения. Вот как это объясняют специалисты. Предписание американской авиационной администрации касалось лишь только того, что выдержки уже существующей информации должны быть скопированы в другой сборник информации, который просто легче доступен для пилота в момент осуществления полета. То есть просто уточнили наиболее адекватный, по видимо, в сообщественных условиях способ представления информации пилота, чтобы она, грубо говоря, была под рукой. В Боинге тоже рассказывали о возможной ошибке датчиков у лайнера этого типа и распространили среди использующих его самолеты компаний инструкцию для пилотов, что делать в случае возникновения такого рода ситуаций. Именно такая проблема, по версии следствия, привела к крушению Боинга 737 MAX 8 индонезийского авиаперевозчика Lion Air в прошлом месяце. Такая инструкция — это лишь первая реакция от производителя, считают эксперты. Также будут анализироваться причины, почему датчики, которые в том числе показывают угол атаки, определяют угол атаки, оказались неисправными, почему они дали некорректные данные. Будут разработаны и какие-то мероприятия, чтобы подобного рода отказов не повторялось. Модель 737 MAX относится к новейшему семейству узкофюзеляжных самолетов Boeing. Заказов уже под 5 тысяч от более чем сотни клиентов. Самолет стал самым быстро продаваемым в истории компании. Около 200 машин уже поставлены заказчиком. Лайнер очень экономичный, с меньшим расходом топлива, выбросов СО2 и эксплуатационных затрат. Каталожные цены начинаются от 117 миллионов долларов. Boeing 737 MAX довольно успешная модель. Более 200 поставок по всему миру, например. Только в Китае его используют 10 авиакомпаний. Крушение рейса Lion Air — первая авиакатастрофа с самолетом этой модификации. По данным агентства Reuters, 45 из попадающих под директивы лайнеров используют в США. Российские авиакомпании тоже летают на этой модели. Два самолета есть в парке S7. К 2024 году компания планирует заменить весь среднемагистральный флот на суда нового поколения, в том числе на Boeing 737 MAX. Сейчас их заказано 10. В S7 уже получили рекомендации от американской корпорации, приняли информацию к сведению. Но аналогичные данные и так содержатся в действующих инструкциях. Так что никаких дополнительных действий не потребуется, рассказали нам в компании. UTR также заказала 30 таких машин. Поставки должны начаться уже в следующем году. Подобные планы и у Лоукостера Победа. Но эти компании никаких рекомендаций пока не получали, поскольку эксплуатировать суда еще не начали. Эксперты считают, что к моменту новых поставок в Boeing все предыдущие недочеты могут уже исправить. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok